Каждая эпоха, каждый год имеет свои памятные даты, свои памятные направляющие события. И каждый раз они дают нам право отталкиваться, сравнивать нынешнюю жизнь с теми, кто жил для нас, сравнивать их мировоззрение и образ жизни с нынешним, черпать в нем силы, исправляться и сравнивать правильно ли мы живем. В этом году действительно тысячелетие со дня представления великого князя Владимира. Еще лет 20-25 назад даже юбилеи памятные даты Крещения Руси у нас праздновались не так широко и были в ряду события. И после тех тысячелетий Крещения Руси вот это начало наше общество присматриваться, смотреть с разных сторон. И все более и более это событие становилось более знакомым, более определенным, более значимым для сегодняшнего дня. Князь Владимир действительно, у него был выбор, потому что то, что описано в повести временных лет, пусть оно там даже по этической форме, но на самом деле он такой выбор делал. С одной стороны, язычество в той ранней своей форме, которой оно было, оно как бы и жило себя, и последующие события показали, что если бы было сильное противостояние, такое же противостояние, как иудаизма и христианства первого, которое было в Палестине, на Среднем Востоке и так далее, но у нас, на наших землях Руси, такого противостояния не было. То есть Крещение более-менее прошло спокойно, оно было воспринято, как человек проходит 14-16 лет, взрослеет, он перестает заниматься детскими такими-либо делами и становится взрослым. Так и было принято православие. Оно было органическим продолжением развития того сообщества, которое существовало какое-то определенное время на наших землях. Оно доросло до этого, и оно нуждалось в новой идеологической, религиозной и другой форме. И князь Владимир выбрал, сделал этот выбор. Этот выбор стал в основе религиозной, затем он стал все-таки государственническим выбором, и в конце концов он сейчас, мы увидим на протяжении уже тысячи лет, что это действительно цивилизационный выбор. То есть это не был выбор только духовенства, определенной верствы, которая в своих целях искала приоритеты. Это было воспринято всем обществом, начиная, в первую очередь, начиная с князей, и потом последующие князей, бояр и царей, и по сути тысячу лет определяла и определяет до сих пор место, роль, значение восточной, восточнословянной или православной цивилизации во всем мире. И, как говорил Хантингтон, в этих конфликте цивилизаций, она занимает свое определенное значимое место и будет его определять и занимать, наверное, как говорят, до скончания века. Вместе с тем, очень важно сделать, и с тех пор, уже с тех пор, началась потихоньку критика, либо, так сказать, уменьшение значения, либо старая подмена понятий в этих событиях. Вы знаете, как сейчас активно находят исторических, ищут исторических аналог в предкрещении Руси. О том, что приходил княгине Ольге Епископа Дальверт, что вот когда говорят о том, что дочь Ярослава Мудро вышла замужем французского короля, подчеркивают именно то, что она пришла, уже будучи образованной, и умела читать, и привезла с собой евангелие, а французский король на то время не имел этого образования, не умели читать. И до сих пор, не до сих пор, а последний король принимал присягу на этом славянском евангелии. А старается подчеркнуть, что это есть, так сказать, давний европейский выбор нашего народа. Хотя на самом деле, по сути, цивилизацию в таком событии несла эта королева Анна. И многие такие факты, которые поднимаются и поднимаются уже в то время активно. Если мы идем чуть-чуть дальше в историческом развитии, 1240 год, разгром Киева, разгром Киевской Руси, и еще перед этим перенос Великого Книжения. Великое Книжение Киевское, как центр общего владения Рюриковичей, потому что на престол приходил старший по роду, а наследственного княжения не было, а старший по роду. И каждый князь по смерти Великого Князца перемещались, и часто из этого были раз, в ремесничество и так далее. И вот снова выбор. Андрей Боголюбский, перенося столицу на восток, в Залесе, он первый начал проводить идею централизованного государства в противовес идее общего владения великим княжениям от Карпат и до Рязани и Дарьки. И затем вот эта идея централизованного государства выбора, она показала свою мощь и показала, что за всяким выбором, религиозный выбор или православие, и даже в Изотийской империи оно нуждалось по внешнему ограждению. Всегда 300 лет, будучи вероисповеданием и родившись сон мучеников, до тех пор, пока не было императора Константина, который дал внешнюю ограду православию, с тех пор, пока православие начало быть цивилизационным и геостратегическим фактором. И мы берем в дальнейшем два пути, два родственника, князья Александр Невский и Данила Гальцкий. Два великих князья. Оба из них были, каждый имел в титуле первоначально великий князь Киевский. Правда, когда Киев упал, то только сотни Данилов были в Киеве, Данила Гальцкий уже когда, он не участвовал в этом. Два выбора. Александр Невский, как сохранил самобытность православия, идя даже во многом, как сейчас, многие критикуют, или это справедливо или несправедливо, на сотрудничество с ханами Золотой Орды, но вместе с тем, он не поступился вот этим выбором. То есть, ханы Баскаки, они действительно экономически угнетали, забирали дань, но вместе с тем, религиозные вопросы не вмешивались. И по сути, даже, вы знаете, там была епархия в самом Сарае. И почему, вот мы имеем описание Киева, плана Карпини, там 1240 год, который писал, что у Киева было там 52 ров, после того, как были татары. А почему он ехал сюда, на эту территорию? Этот меньше знает. А уже мы знаем, что Папа Римский послал его в Орду о том, чтобы заключить либо конкурдат, либо, так сказать, учредить католическую кафедру в самом Сарае и на Руси. То есть, вот истоки геологической брызги. Казалось бы, Русь разбита, Русь упала, помощь нужна была бы, и христианский Запад, скажем, в лице Папы Римского, он должен был бы каким-то образом защитить. Нет, сразу же, только ослабела эта линия, сразу римские Папы начали активно внедряться на эти территории. И второй момент. Данил Галицкий, который избрал, колебался между, находясь в особом положении, очень активно колебался, каким образом поступить, как бы пошел по линии найти поддержку Римского Папы, вплоть до того, что ему дали корону, и это очень активно сейчас на Западной Украине, как бы, король русский, с титулом русского короля. Да, король Данил Галицкий и так далее. Но, получили на эту поддержку Римской Коалиции, или тогда начал формироваться один из Христовых походов? Нет, конечно. И было важно, с точки зрения Римской Церкви, захватить эти территории, захватить лидеров, захватить князей, и потихоньку, путем того иезуитизма, который только оформился чуть позже, диктовать свои условия и делать религиозный, цивилизационный и нравственный выбор. И в конце концов, Данил Галицкий, вы знаете, не получил никакой помощи, он вынужден был и срыть, почему на Западной Украине нету остатков городич, потому что заставили монголы срыть все крепости, и в конце концов, он отказался от этого выбора. Но вместе с тем западные князья, западно-русские земли потеряли элиту, потеряли княжение, которое потихоньку начало о католичество, и постепенно западные земли, Белское, Хелмское, Владимир Волынское, Галлийское княжество постепенно захвативались, причем не Киев под Литвой был, а эти земли шли чисто под Польшу и с чистым, четким и жестким, а как это было четкое условие, занятие какой-либо должности должен быть ремокатолик, и все. Если, так сказать, православных они насчитали схизматиками, и всячески не только унижали, а и уничтожали и загоняли, так сказать, в герб. Вот тоже выбор был, и вот идеологическая борьба. И, по сути, западные княжества, они 600 лет находились под польским католическим влиянием. Это, конечно, вышло менталитет, это, конечно, ушло не только поведенческие реакции, архитектуру и так далее. И затем, вы помните, когда становление уже централизованного русского государства, и, например, один из самых дискуссионных в русской сейчас истории, роль и место царя Ивана Грозного. А если рассмотреть эту теорию, так сказать, исторически, кто, каким образом, и сейчас появляется очень много источников, что вот там идеологическое противостояние или эта стратегия, такая, геостратегическая, она тогда еще началась. Если рассмотреть все источники, рассмотреть, кто занимался, сколько погибло про Иоанн Грозному, и сколько погибло, например, той же Франции за это время, это несравнимые вещи. Но Иоанн Грозный, тиран, кровавый и так далее, короли там Франции, которые, Ромель Гуенотов, так сказать, цивилизированные люди. Или о том, что даже чисто поведенческие реакции, когда, скажем, это тоже так, может быть, вопрос такой смешной, но когда появились элементы личной гиены, так сказать, в Западной Европе, так сказать, по ихним источникам, и даже по поведениям королей и так далее, и, скажем, наши, восточные православные страны. Это исторические факты, это не... Вот с тех пор идет такая эгостратегическая война. И теперь, если мы посмотрим существование православной церкви выбора князя Владимира и на, скажем, восточных землях, восточных княжествах и киевской митрополии, которая... Почему я данный вопрос говорю? Потому что один из самых сильных идеологических информационных противостояний сейчас в украинском обществе, это вопрос церковный. Кто... Какая церковь должна быть? Какая церковь настоящая? Какая нет? С точки зрения обыденного сознания, с точки зрения исторического, с точки зрения эго-политического. Какая церковь патриотичная, так сказать, какая церковь национальная? И сейчас и возникает этот вопрос один из самых остров. Потому что это действительно тоже вопрос выбора эго-стратегии, эго-политики. И поскольку действительно за 25 лет, то есть малой свободой, которая была в 90-е годы или с момента крещения Руси, действительно обществе не удалось вот та самоидентификация, которая была на обыденном уровне «я православный», которая в столкновении с новыми идеями или с какими-то идеями не новыми, но хорошо аргументированы, получается очень часто большинство или значительная часть нашего населения пасует. То есть да, я православный, но до первого поворота, первой сложности и тогда начинаются уже, так сказать, вопросы. А за 25 лет в идеологическом вот этим противостоянии мы утратили очень много так сказать аргументов первого родства и таких житейских, экономических и политических аргументов, почему мы такие и почему наш выбор такой, почему именно мы, как православная цивилизация, имеем право жить так, как мы живем или стремиться и в сравнении, скажем, с иными цивилизациями, особенно с западной цивилизацией, показывать свои лучшие стороны. У этого не получилось и поэтому сейчас мы проходим общество украинского элита, так сказать, элита, псевдоэлита, потому что увы, элитарные круги, те, которые создают нынешнюю Украину или создают или должны в идеале создавать, увы, у нас не получилось управлять псевдоэлита, которая имеет товарно-дернижные отношения главными и все остальные идеологически служат только этому. И по сути, если говорить о политическом будущем Украины, если это элиты настоящие не помнят и потихоньку не сменят эти псевдоэлиты, то Украина, как исторический факт, может стать историческим фактом. Поясню на путях, на примерах наших поведений, наших президентов, первых лиц, которые избирают большинство населения, видя в них какой-то идеал поведения, идеал соответствующих своему мировоззренческому некоторых вещах, даже религиозному выбору. Вы помните, что очень многих представителей православной церкви ругают за то, что церковь поддерживала, церковь как официальная часть, церковь как сообщество людей поддерживала, например, президента Януковича. Потому что это тоже был религиозный некий выбор в этой ситуации. Посмотрим поведение Леонида Макаровича, который пришел и сделал свою карьеру в том числе на критике и идеологической работе противостояния с реальными православной церкви там 70-80-е годы. И есть очень активные его работы, которые находили неупубликованы о том, каким образом он рекомендовал вести работу с теми людьми, которые ходили на Пасху церкви и которые сочувствовали, которые участвовали в обрядах и так далее. Его работы есть. Одним из плодов его деятельности было толчок и создание так называемого Киевского патриархата. Если бы не было его четкой по этому позиции, то Киевский патриархат наверное был в зародышном состоянии остался или не остался. Логика мы преодолели и поэтому мы принимаем и предателей. Поэтому Пиларет он так подошел как в этой ситуации, потому что нету авторитета. Вот мы изменили своим коммунистическим взглядом поменялись. И вот а что нам говорить если у нас пример предстоятель тогда экзерхата вот он тоже поменялся он наш и мы с ним и это дало толчок к тому что можно развиваться по пути то есть путь измены то есть путь выбора такого между правдой неправдой ложью полуложью имел место чтобы и в это хлынулась большая когорта людей которые по сути определяют наши сегодняшние и сейчас в дальнейшем когда после Леонида Михайловича Кучма зашел на пристал он зашел как всегда опираясь на позицию и в том числе я помню когда в Лавре была такая газета Киевская Русь по-моему и там назывались его такие материалы по отношению к тому как он будет вести свою православную цель он отметил вот те захваты ту войну которая была в начале 90-х годов и он говорил я четко ясно опираюсь на традиционные ценности православные ценности поведенческие в том числе и мировоззренческие и в 94-м году я прихожу власть я перейду полностью Киево-Печерскую Лавру церкви и множество других там реституций с тех 94-го года уже прошло 30 лет это так не состоялось не тогда хотя мы понимаем что если в то время например церкви передали Киево-Печерскую Лавру тогда можно было бы создать в том числе школы в том числе например какие-то приюты в том числе больницы то есть ту социальную деятельность которая ближе к народу и которая воспринимается народом не чисто религиозно скажем князь Владимир он же после того как корестился он вот эти боговодные заведения начал активно внедрять и поощрять и так далее вы знаете что даже в своей деятельности к преступникам дошел до того что его вынуждены были представители церкви немножко стряхнуть и сказать ты князь и поведению преступником тебя есть другие обязанности нежели простого христианина ты не можешь идти на потому что если ты будешь идти по поводу прощения преступникам уголовникам то они разрушат твои царства твое другое твое послушание твое направление твое другое ты их должен наказывать в этом справедливо и нелицемерно а не вести себя с ним как обыкновенный человек в другой жизни то тогда в 90-е годы мы не сумели в том числе знаете можно говорить кучми и так но с другой стороны не были мы готовы воспринять тогда надо если бы четко была поставлена церковь задача что собственность которая из Киева в том числе София Киевская могла быть в то время и ее тогда восприняли очень легко потому что тогда не было еще сильного противостояния в обществе такого националистичества тогда бы спокойно а если бы эти в том числе и Михайловский монастырь а если бы эти храмы основные в Киеве 90% были православной церкви то такого размаха и наверное вот того шествия националистов фашистов в Киеве тоже бы не было потому что не было бы очагов такого мощного идеологического воздействия Леонид Данилович закончил чем а он закончил тем что он тоже причащался на мессе у Папы Римского когда он приехал в Киев он решил защищать то есть всегда идет вот эта экспансия всегда противостояния а я не смог утвердиться здесь на этих землях в этом народе на традиционных ценностях я ищу на тех те подкорки которые мне и сразу обращение к если врагам или другим противникам и сразу визит Папы Римского который помните в Киеве прошел при пустом Киеве сейчас уже бы этого не было потому что изменили менталитет и причастие Леонида Даниловича который хотел спасти свою на вторую каденцию на Украине в Киеве причастие причем газета Высокий замок эту фотографию опубликовала а Высокий замок который выходил в Киеве эту фотографию не опубликовала это историю тоже факт это скрывалось то есть для Западной Украины был один вид для Киева центральной Украины другой ну и вы знаете и затем совсем другой полная реализация уже того проекта который назывался лукаво назывался украинский автокефальный проект при Ющенко когда активно приглашался патриарх Варфоломей в Киев и он был здесь патриарха не было а он здесь был и оторваться от Москвы это патриарх когда вы вместе служили вместе служили вместе а первый день когда Софийской площади не было был на Владимире и нас ни кого не было и миниört Владимир сидел именно тот момент когда Ющенко выступал на Владимирско Софийском соборе Варфолом ه не было московского патриарха а на следующий день приехал в Варфоломе и уезжал а патриарх приехал. Они вместе служили, да, но Варфоломей приехал раньше на два дня, он сделал визиты официальные, а потом приехал патриарх, и уже в Варфоломей уехал, патриарх остался. Но суть в том, что вот этот идеологический, цивилизационный выбор и экспансия вот все время присутствует. И, казалось бы, до реакции смена президента пришел Емукович, который как бы декларировал, показывал свою поддержку каноническому православию, которая сама хотела, чтобы был православный правитель, так сказать, и уже каким эти чаяния, надежды были. Но он получил благословение, помните, в Киево-Печерской лавре и так далее. Но вытянуть, дорасти до того понимания о том, что значит быть православным поубеждением, и не только поубеждением, а в своей политической, государственной деятельности, он, увы, не смог. И тоже, как бы, завершилось это тем, что мы сейчас поджинаем плоды той поддержки, которую оказали многие ему православные люди. А из этого получился какой политический фактор, из-за этого как бы пошло давление и дискриминация православной церкви, православных людей у нас. И последний момент, последний наш президент, первое, что он сделал, он тоже, будучи... Вот как легко вот эта двойственная позиция в псевдоелитах, вот к чему приводит всегда. Приводит к тому, что мы опять приходим к тем же граблям, которые были, и к экономическому, и политическому, и духовному обнищанию, и фигурой, которая становится, то есть организуется или становится предметом критики. Активно в свое время пропагандировал наш президент то, что он Иоанновскому монастырю помогал, там и даже, где он участвовал в крестных ходах, одни даже пропагандистский даже фактор был, когда он диакон и так далее, когда были выборы. Хотя этого не было, не было диаконами, этого официально не было, но участвовал в крестном ходе, как по-другому, не сей пор. Но, тем не менее, он помогал активно этому монастырю, и не только ему, и другим. Так сказать, там были еще несколько факторов. Когда пришли выборы, он или в один день, или через два дня причастился сразу к греку католиков на левом антилавре, на левом берегу Днепра. Эти? Да, эти. Я на эти факты хотел показать две вещи. А. Первый. Выбор, который осуществлял, например, князь Владимир и элиты до нынешнего времени, которые в разные исторические эпохи. Князь, цари, президенты, и каким образом, как они к этому относились. И второй момент я хотел показать, как в этом выборе всегда есть, под отвлеку бутербродом или вагончиком, идет геостратегическая экспансия и противостояние. Как первое, первый этап, это с католиками, тысячелетнее противостояние. Оно завершилось, например, где-то в 80-х годах, называемое экуменическим движением, и наша церковь принимала в этом участие. Затем в 90-е годы униатский проект, который активно работал в 90-е годы, и сейчас, вот уже где-то года 4, он в новой версии, как бы, выбора украинского народа, там, шептицкие, слепые и так далее. Сейчас мы очень, они больше знаем, чем о самом князе Владимире. И третий его политический момент, это так называемое разделение русской церкви под благовидным притом автокефалии или канонического автокефалии от Константинопольского патриарха. Это, вот оно идет рядом, всегда эти вещи идут рядом. Но, для того мы и празднуем праздник памяти Успения князя Владимира. А, кстати, Сагайдачник, когда стоял под Москвой, уже казаки изучаствовали, и последний удар, он был как раз перед покровом Божьей Матери, и когда казаки увидели, услышали, что в Москве, в Кремле, звонят колокола, призывают на службу, на покров, казаки, это тоже исторически сказали, прослезились, и Сагайдачник дал приказ отойти, потому что как мы будем штурмовать в такой день единоверный народ. Хотя они активно там участвовали в этих войнах и так далее. С поляками? С поляками, да. И поэтому, видя сегодняшнюю память тысячелетия Крещения, видя пример и выбор князя Владимира, мы должны понимать, что православие как правильный или правый образ видения Бога, отношения между людьми, поведение в обыденной жизни и в мировоззрении, есть выбор нашего народа, если мы истинный, правильный, который дает благодатные плоды. Если этого выбора, этой миссии мы будем держаться на всех уровнях, начиная от простого гражданина, заканчивая высшими эшелонами власти, то наша цивилизация имеет место на существовании, она будет существовать только в верности этому выбору, этим и делу. Субтитры создавал DimaTorzok